Вы много раз говорили, что одного ответа нет, нет одной техники, мы все разные, и всё-таки есть какое-то действие, которое помогает богатым людям, богатеет. Почему одни богатые, а другие нет? Если порассуждать вот так вот, ну скорее кто станет богатым? Какой-то печальный, вялый человек или какой-то активный, может быть, гневный? Логично, да? Наверное, активный, гневный, ищущий, не смиряющийся, у него больше шансов стать богатым, чем у того, кто печальный, вялый и на всё согласен. Потому что вот вы даже заметите протесты, там нежели богатым, нечего и начинать. Кто-то скажет, ну да, 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 так и есть, так и есть. Всё, и смирился, взял убеждение своего поколения без протеста. А кто-то говорит, да нифига, вы так живёте, а я не собираюсь, я новое поколение, не хочу тут бабушкины сказки, не рассказывайте мне, я не собираюсь жить по вашим правилам. Понимаем, да? Ну, то есть вот там вот, это если примерно, а если серьёзно и точно, ценность деньги, ценность деньги, у одних есть ценность деньги, а у других нет её, и всё. Смотрите, все эти разговоры, ну как же, одно дело, когда ты стоишь, и вот валяются ценности бесплатные. Хочешь здоровья, хочешь деньги, хочешь отношения, хочешь красоту, хочешь там ещё чего-то хочешь ты. Дети. А, ну ладно, раз можно, да, и берём, набираем. Ну, это что называется, так же многие люди реагируют, когда их спрашиваешь, ну а какие ценности? А, ну хочется, хочется, ну это типа, ну а какой же дурак не хочет быть здоровым и богатым? Хочет быть бедным и больным, что ли? Ну это, конечно, как бы вообще нелогично. Но многие забывают. И мы можем на примере денег, как-то всё это туманно и непонятно, но на примере здоровья всё становится очень ясно. Кто ради здоровья готов что-то делать? Ну вот кто из вас, кто из нас ради здоровья готов реально делать? Не мечтать о здоровье, не говорить, что хорошо бы быть здоровой и стройной, да, и заодно и красивой, вытекающей отсюда последствия. Или я хочу, мечтаю быть здоровой и стройной, но от булок я не могу удержаться и сжираю на ночь пол холодильника. Ну то есть это ценность для тебя или это не ценность? Понимаете? А ещё проще на детях, это ближе к женщине, особенно у которой уже есть дети. Вы ради детей готовы там, например, работать, потому что детям нужно кушать? Вы ради детей готовы, да, там как-то больше? Так, всё, вприглась, даже если муж бросил ещё что-то, не смирюсь, буду, мои дети должны и выучиться, и одевать их хочу, и всё хочу, и образование хочу дать. И она начинает рваться, то есть сразу видно, кто готов, а кто просто готов разговаривать. Вы хотите поговорить об этом или вы хотите сделать ради этого что-то? И всё, как бы, и всё на этом решается. Кому, где легче представить? Вот возьмите эти три ценности. Дети, здоровье и деньги. Где вы охотнее, что называется, свои усилия приложите, а где вы просто говорите, говорите, да, хорошо бы, хорошо бы, отлично, но всё никак, руки не доходят, времени нет и так далее. То есть куча отговорок. То же самое с деньгами. А что вы готовы ради денег делать? Вы готовы предпринимать какие-то усилия? Вы готовы искать желаемую работу и не сдаваться? И, может быть, какие-то месяцы, что называется, провести на корочке хлеба? Но вы говорите, я хочу ту работу, я не хочу работать в этой конторе за три копейки, я не хочу. Я хочу больше, я буду делать, я пойду, я буду искать, да, там, я буду... раз и раз и пятьдесят пять раз. Или, ну, ладно, ну, да, где, что, как бы, нашли пару отговорок и всё. Всё, всё, вот этим всё объясняется. Богат тот, кто готов делать что-то ради денег. Тот, кто не готов, он беден. Всё. Больше ничего совершенно. Так же, как и остальные ценности, так же, как и здоровье, так же, как и отношения.